Всех приветствую, всем добрый день, добрый вечер. Я думаю, те, кто заинтересован в продвижении собственном, уже присутствуют здесь у нас. А сегодня мы с вами будем изучать именно маркетинг. И как мы очень часто говорим, незнание маркетинга освобождает от хорошего чека. Ну, в общем и целом, я хочу вам предложить картинку, которую, я думаю, захотел бы у себя иметь каждый. Вот посты где-то можете ставить. Я сейчас ее загружу, подгружу. Кому нравится картиночка, поставьте плюсик в чат. Можете себе ее сохранить. Только сегодня и только для вас, как говорится. Потому что новая информация и новые какие-то инструменты нужны нам всем. Так что, друзья, сейчас у нас, ну, пользуйтесь, как говорится. Сейчас у нас главное направление, основное, это именно наша новая лицензия Турбо. Потому что именно через лицензию Турбо есть возможность зарабатывать супер-чеки. Так вот, для того, чтобы мы с вами в лицензии Турбо двигались с невероятной скоростью, чтобы наша лицензия Турбо действительно была не просто заманчивой, но и реально достижимой чеки, о которых мы говорим, нужно обязательно знать маркетинг. Правильно? Итак, давайте мы сегодня как раз поговорим о маркетинге. Маркетинг, и мы с вами должны понимать, как раз начиная с лицензии Турбо, у нас нужно каждому новичку знать, как правильно и грамотно закрыть два кольца. Самое главное, как своим новичкам рассказать, как закрываются два кольца. То есть давайте все-таки обсудим, нужно это знать новичку или нет. Вот я считаю, что все-таки нужно. Потому что каждый, кто подключается, каждый новичок, каждый, кто у нас подключается к нашей команде, он в первую очередь хотел бы узнать фронт работ. Вот какой объем работы ему нужно будет выполнить, чтобы дойти до первого чека, до первой цифры денег, реальных денег, которые он сможет вывести на свой кошелечек и положить в свой уже физический карман, физический кошелек. То есть пощупать эти деньги. И соответственно, я хотела бы сегодня уделить именно на это, сегодняшний урок, на это направление сделать. Как закрыть вот эти два кольца. И маркетинг Турбо, он абсолютно такой же, как наш основной маркетинг. Вот они, два кольца. Но вот на этом слайде нарисованы три кольца. То есть у нас основной маркетинг, это переход, ну в любом случае в каждой лицензии, а у нас в основном маркетинге 4 лицензии или 4 программы, в каждой лицензии 10 колец. И для того, чтобы довести человека до первого чека, до первых денег, нужно понять, как закрыть, как помочь новичку закрыть два кольца. И соответственно, именно на этом слайде мы сегодня будем с вами рисовать. Итак, два кольца это Easy, Medium, Hard. Здесь причем именно лицензия Hard прорисована. Но Турбо ведь это тоже всего лишь два кольца. И если в Easy, Medium, Hard и потом в Grand мы будем дальше переходить в третье кольцо, то в Турбо мы с вами при закрытии двух колец возвращаемся на реинвест, а третьего просто нет кольца. То есть это те же самые два кольца, но чек каждый раз, кроме первого. Для новичка при первом закрытии в Турбо чека нет. Именно поэтому у нас обязательное условие. Три лицензии в основном маркетинге. Это Easy 10 долларов, Medium 50 долларов и Hard 100 долларов. Друзья мои, в двух лицензиях мы зарабатываем конкретно меньше. И дабы наш новичок не смотрел по сторонам, не искал сегодня деньги, правильно, а очень быстро вернул сначала вложенные средства, а потом с каждым реинвестом зарабатывал все больше и больше, и наконец-то уже влюбился в компанию Тайрус, вот поэтому минимум три лицензии для новичка. И так, а теперь уже по закрытию двух колец. Все вот это вот я стираю, понятно, да? То есть нам с вами сейчас цель научиться закрывать два кольца. И если мы научимся в Турбо закрывать два кольца, то соответственно и в основном маркетинге у наших новичков будут закрыты также два кольца и чек первой наличкой. Наши новички заработают. А учитывая, что в отличие от других компаний у нас нет ни квалификации, ни подтверждения личности, ни подтверждения от админа для того, чтобы вывести заработанные средства, а чек заработанный мы с вами выводим в течение одной секунды, мы в этом смысле лидеры на рынке. Итак, что же все-таки нужно сделать для того, чтобы закрыть два колечка? Давайте попробуем вставить другой слайдик. И именно на нем мы с вами порисуем. Если вы для начала приглашаете только двух новичков, и дальше движение идет у каждого по бинару получается, то есть каждый приглашает всего лишь по два. Первый двух пригласил, второй двух пригласил. Соответственно, как только они всего лишь по одному пригласили, ваше первое колечко закрывается, вы идете во второе колечко. Все, то есть вы уже во втором кольце. Можно сказать, практически половина работы-то выполнена, правильно? Но, если представим ситуацию, если каждый будет приглашать всего лишь по два, и представим ситуацию следующую. Один из них, ну, неважно по какой причине, вдруг перестал вообще что-либо делать. Что у нас остается? Один партнер. И, к сожалению, с одним партнером колечко закрыть нельзя. Да, можно, но только в том случае, когда он вас обгонит, уйдет во второе кольцо, закроет свое второе кольцо и вернется к вам уже на реинвест. Но он же заработает в два раза больше, а нам хочется всем двигаться вместе. То есть, друзья мои, здесь вот очень важный такой момент. Дабы все-таки у нас не было разочарования, а вот в связи с этой историей я не зря вам этот пример привожу. Были у нас такие ситуации, когда партнер говорит, ну вот, у меня осталась одна веточка, я не хочу работать, потому что они меня обгоняют и, соответственно, начинают еще этого активного тормозить. Тоже очень нехорошо. Так вот, в связи с этой всей ситуацией у меня предложение следующее. Даже если вы для начала приглашаете всего лишь двух партнеров, первый и второй, с этими двумя партнерами вы построили команду, закрыли два кольца, получили первый чек, а мы с вами знаем, что в турбо мы, закрыв два кольца, уходим автоматически на основную турецкую жилищную программу за 3000 долларов. 1000 долларов идет у нас на активацию лицензии грант в основном маркетинге. И у нас заработанных в основном маркетинге в трех лицензиях остается примерно 600-650 долларов. То есть это и есть тот самый возврат вложенных средств при первом закрытии двух колец. Так вот, я предлагаю в тот момент, когда возвращаемся на реинвест, опять в первое колечко, и под каждый свой новый реинвест в дальнейшем приглашать еще двух. Ну, то есть смотрите, что сделано. Минимальное приглашение для начала всего лишь два. Поработали с командой, а какую нужно будет работу сделать, мы сейчас с вами в любом случае все это прорисуем. И получается, что, закрыв первый раз два кольца, результат уже есть. Результат есть. И, соответственно, есть чем гордиться, правильно? И, соответственно, дальше рассказывать о компании, приглашать свою команду намного проще. Вот Галина пишет, так и делаем. Правильно, Галина? И я стараюсь сейчас, у нас многие тоже так и делают, но некоторые все-таки забыли вот о такой вот штучке, о вот о таком интересном, ну, это даже не какой-то фокус, это не какой-то секретный секрет. Нет, друзья. Это простой вот такой вот принцип работы всего лишь два личника, но на каждый реинвестик. Потому что для начала пригласить сразу трех-четырех личников, пять личников для новичка бывает крайне сложно. Согласен, да, наверное? И, соответственно, если вы перед человеком ставите небольшую планочку, да, всего лишь двух, но дальше у каждого, если будет по два, всего лишь по два для начала, то это условие выполняется не очень сложно и действительно достаточно легко. Приглашаем двоих, рисуем, как это все будет. Приглашаем двоих. И каждый пригласит по два. Но в этот момент я предлагаю уже перейти к нижним картиночкам. Давайте посмотрим. Вы пригласили всего лишь двух партнеров, первого и второго. Смотрим на колечко первого партнера внизу на нижней части картинки. Ведь для того, чтобы вашему партнеру двигаться, ему же тоже нужно пригласить двух, правильно? Он начинает приглашать. Приглашает своего первого. А это, вот те самые цифры, которые здесь у меня прописаны на этой картинке, это количество партнеров в вашей команде. Давайте посчитаем, какая же команда размером нужна для того, чтобы закрыть два кольца. Три. То есть пришел в команду третий партнер. Но так дело в том, что это третий партнер, он отобразится и в кольце у вашего партнера номер один, в том числе и в вашем кольце. Вот он. Смотрим на партнера номер два, на его кольцо. Он приглашает своего первого. И это будет четвертый партнер в вашей команде. Соответственно, отобразится и в кольце второго, и в вашем кольце. Вот такой принцип нашего маркетинга. То есть у нас кольца все пересекаются друг с другом. И, соответственно, отдельно стоящего колечка никогда не бывает. Мы все друг другу помогаем в закрытии колец и, соответственно, в продвижении. Ваше первое колечко закрылось, вы ушли во второе. Что дальше? Работаем уже дальше. Первый ваш приглашает еще одного личника. Но в своем кольце вы его уже, вот этого пятого, не увидите. Он будет отображаться только в кольце у первого. Но, естественно, в своем кольце. Этот пятый видит себя в своем кольце. И каждый из этих двух партнеров, и третий, и пятый, приглашает для начала по одному. И ваш первый уходит за вами во второе кольцо. Смотрим дальше. Со вторым работаем. У него есть один личник, он приглашает второго. А этот восьмой также уже не отобразится в вашем первом кольце. Это за пределами. Это ваше первое кольцо. Вы уже во втором. И четвертый, и восьмой приглашают по одному. Соответственно, у второго закрывается его колечко. Он переходит за вами. Колечко номер два. Вот он. Здесь с левой стороны первый был. С правой стороны ваш второй партнер пришел к вам. Все замечательно. Теперь смотрим на партнера номер три, который у вас в вашем кольце. И что получается? Смотрим вот здесь, внизу на первой картинке. У третьего есть уже один личник. Это тот, который был шестым партнером в вашей команде. А у него один личник есть. Ему нужно пригласить второго. И этим двум по одному для начала. И третий закрывает свое первое колечко и уходит за своим спонсором. А его спонсор – это партнер ваш первый во второе колечко. Соответственно, вот сюда он попадает. И к первому во второе колечко, и к вам. И четвертого теперь смотрим. А четвертый – вот он у нас. Это ваша вторая линия. Это не ваш личник. У вас всего их два. А четвертый – это уже личник от второго. И у четвертого, мы видим, да, уже есть тоже личник один. Девятый партнер вашей команды. Ему приглашать остается всего лишь для начала одного. Каждый из его личников приглашает по одному партнеру. Его колечко номер один закрывается. Он идет во второе колечко за вами. И третий, и четвертый пришли к вам во второе колечко за своими спонсорами уже, соответственно. Вы два колечка закрываете. Возвращаетесь на реинвест. Соответственно, оказываетесь опять в серединке или на пике, да, на верхушечке своего колечка, своей матрички. И пока опять оно пустое. И в этот момент мы приглашаем опять двоих новеньких. Вот это новенький. Это будет ваш еще один новичок. Давайте буквой Н отобразим его. И еще один новичок. Что получается? Эти новички начинают работать. Да еще и вот эти первые и вторые ваши партнеры. Они закрывают свои вторые кольца, возвращаются на реинвест. И, соответственно, здесь уже начинается огромное количество переливов. Потому что они замешиваются уже друг с другом. Понятно? Нравится такой маркетинг? Нравится вот так работать? Я предлагаю сегодня больше дополнительной информации не давать. Основное понимание я вам сейчас дала. Самое главное – отработать вот такую схематику со своими партнерами. И у нас будет движение отличное везде, во всем маркетинге, во всех лицензиях. Наша лицензия Турбо, новая лицензия Турбо, которая две недели назад стартовала в компании Тайрус, это на самом деле бомба. Это золотая, я не знаю, золотая турбина, золотая матричка, которая нас ведет к цели. А цель у нас, как мы знаем, она великая. Стать обладателями собственной недвижимости в Турции, доходной недвижимости, которая нам с вами будет, нам и нашим семьям постоянно приносить доход. На этом на сегодня все. Всем пока-пока.